На канале РТВ и время международных новостей. В информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Шутки кончились. Россия запустила по исламскому государству крылатые ракеты. Министр обороны отчитался. С начала операции военно-космических сил в Сирии были нанесены удары по 112 объектам террористов. И интенсивность ударов будет расти. Запад на фоне сообщений из Москвы готов пойти на самые невероятные альянсы. Но российский гамбит в Сирии может испортить отношения Москвы не только с Вашингтоном, но и с Анкарой. Моя коллега Нина Шамуги с деталями. В бой пошла флотилия. В МФ России нанесли 26 ударов по позициям усламского государства в Сирии. Запуск крылатых ракет производился не из порта Тартус, где находится единственный за пределами бывшего СССР российский пункт материально-технического обеспечения ВМФ аж из акватории Каспийского моря. За это министр обороны Сергей Шойгу достоился похвалы от главнокомандующего России. Эти стрельбы из акватории Каспийского моря на расстояние около 1500 километров восклоточным оружием и поразили все намеченные цели. Это, конечно, говорит о хорошей подготовке и предприятии оборонно-промышленного комплекса и хорошей выучке личного состава. Еще это говорит о том, что Россия в Сирии готова идти до конца. Ни разу в новейшей истории Москва не применяла против противника крылатую ракету. Но, скорее всего, сегодняшний день не станет исключением. Владимир Путин заявил, иностранные партнеры в Сирии могут предоставить российским военным цели, которые они считают относящимися к террористическим группировкам. И ВКС России нанесут удары и по ним. И еще одно признание из уст президента России, удивившее всех. В ходе последнего визита в Париж президент Франции господин Аланд высказал интересную идею, согласно которой можно было бы, по его мнению, попробовать во всяком случае объединить усилия армии правительственных войск, армии президента Асада и так называемой свободной сирийской армии. Скептикам проще было бы поверить в Союз США и Россия против ИГИЛ, нежели в альянс сторон, открытые с оружием, воюющих друг против друга уже пятый год. И тем не менее, предложение Европа озвучила. В Москве партнерам видят Турцию, с которой на днях разразился дипломатический скандал, чуть было не приведший к серьезному конфликту. Сергей Шайгу заявил, что с Анкарой налажена прямая связь во избежание инцидентов на турецко-сирийской границе. «С нами лучше дружить», предупреждает Турция. «Кризис в Сирии не должен становиться кризисом в отношениях между Турцией и Россией. Мы очень стараемся предотвратить такое развитие событий и ожидаем, что Россия сделает то же самое. Мы не хотим, чтобы инциденты с истребителями разожгли кризис между Россией и НАТО. Как отмечается в заявлениях представителей альянса, воздушное пространство Турции – часть воздушного пространства НАТО». Эксперты отмечают, что попытка раздуть до глобальной проблемы инцидент с нарушением российскими истребителями воздушного пространства Турции провалилась. Анкара лоббировала создание буферной бесполетной зоны в северной части Сирии, но в геополитических верхах решили, что ради борьбы с террористами США и Россия смогут сами разграничить небо над Арабской республикой. Турцию фактически вывели за первую красную черту. Вторая красная черта – проблема курдов. Турция не раз выступала за создание на курдской территории в северной Сирии особой зоны, где будут размещены не только беженцы из Сирии, Турции и Ордании, но и начнет работу, как это было в Ливии, оппозиционная Асада, так называемое альтернативное правительство. Или на худой конец предполагалось создать там устойчивый турецкий анклав. Однако Вашингтон считает сирийских курдов союзниками, а Москва рассматривает их в качестве непосредственных участников новой коалиции по борьбе с ИГИЛ. Политологи заключили, Сирия лишает Турцию геополитических иллюзий. По ужесточению правил трудовой миграции и вернет британскому парламенту ряд полномочий. По мнению Кэмерона, сегодня Евросоюз слишком любит распоряжаться и вмешиваться. Все мы знаем, что случилось с Евросоюзом. Он стал слишком большим, слишком властным и слишком вмешивающимся. Поверьте, у меня нет романтической привязанности к ЕС и его структурам. Я намерен жестко отстаивать позицию Великобритании на переговорах о пересмотре условий членства, чтобы мы смогли получить лучшие договоренности. Альтернативы единой Европе нет. Такое заявление сделал сегодня король Испании Филипп VI. Монарх выступил с речью перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге. Много говорил о социальных проблемах содружества и иммиграционном кризисе. Вопросу беженцев король уделил особое внимание. Филипп VI призвал Евросоюз совместно бороться с массовым перемещением людей, предложив воспользоваться наработками Испании, у которой, по его словам, большой опыт регулирования миграционных потоков. Я не могу не обратить внимание на драму, которая разворачивается на наших границах. Мы оказались перед лицом ужасного страдания тех, кто приезжает в Европу, кто бежит от насилия и фанатизма. Это сотни тысяч людей, которые хотят получить надежду, которые видят в Евросоюзе территорию мира, процветания и справедливости. Мы не можем их обмануть. Мы должны ответить с точки зрения солидарности, щедрости и ответственности. Мы должны построить обновленную Европу для новых времен в новом мире. В Стокгольме огласили имена обладателей Нобелевской премии по химии. Лауреатами престижной научной награды в этом году стали швед Томас Линдл, американец Пол Модрич и турок Азиз Санджар. Нобелевский комитет оценил их исследования механизмов репарации ДНК, способности клеток исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах. Ученым удалось на молекулярном уровне отобразить, как клетки восстанавливают поврежденную ДНК и сохраняют генетическую информацию. Эта работа, как считают в Шведской Королевской Академии Наук, может помочь в разработке новых методов борьбы с раком. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...